Библейский портал экзегет.ру представляет 35 глава книги чисел, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. Предыдущая 34 глава рисует границы территории Израиля в Ханаане, но упоминается, что два с половиной племени Гатрувим и половина племени Моносей живут за Иорданом, уже они начинают там осваивать эту территорию, но Ханаан, он отходит девяти с половиной другим племенам. И сказано, что особая комиссия, составленная из вождей от каждого племени, будет распределять территорию по жребию, но в соответствии с размером каждого племени. Не очень, кстати, понятно, как это сочетать, потому что по жребию определенно должны делиться равные какие-то территории, а здесь это будет, с одной стороны, вот жеребьевка, а с другой стороны, как-то, очевидно, будет подгоняться границам в зависимости от того, какое участок, какое племя получит. Ну, ладно, здесь это не описано. А ведь на территории должны быть две совершенно особые группы городов и селений. Левиты, которые не имеют своего надела, но распределены по всему Израилю. Раз, им надо где-то жить. И города-убежища, которые уже упоминались в этой книге, куда бежит человек от кровной мести, если он не хотел убивать, но убил случайно. Итак, на Муавской равнине у Иордана, напротив Иерихона, Господь сказал Моисею, «Вели сынам Израилю, чтобы они выделили из своих наделок города для левитов. Отдайте левитам также и пастбища вокруг этих городов. Пусть они живут в городах, а на пастбищах держат скот, свои стада своих животных. Пастбища при тех городах, которые вы отдадите левитам, должны пристираться на тысячу локтей от городской стены во все стороны. Отмерьте с востока от города границу в две тысячи локтей, с юга границу в две тысячи локтей, с запада границу в две тысячи локтей, и с севера границу в две тысячи локтей, так, чтобы город был посредине. Таковы должны быть пастбища при левитских городах». Ну, понятно, да, то есть есть у города свои сельскохозяйственные угодья, чтобы левитам было где пасти свой скот. «Города, которые вы отдадите левитам, это шесть городов для убежища, куда может убежать убийца, и еще сорок два города». То есть города для убежища – это тоже левитские, но есть левитские, которые не обладают этим статусом. «Всего вы должны передать левитам сорок восемь городов с пастбищами при них». Ну, города, конечно, это не Москва и даже там не Тамбов, да, это селение, обнесенное каким-то, какой-то стеной или иногда просто оградой. «Выделяя левитам города и злодеи и сынов Израилевых, у большего племени берите больше городов, у малого – меньше. Пусть число городов, которые племя отдает левитам, будет соразмерно на делу, который достанется этому племени». Вот понятно, да, каким образом будет это устроено. А вот дальше про города-убежища. Смотрите, города-убежища, они предназначены для людей, которые бегут от кровной мести. За убийство убийца должен быть убит. Принцип ока за ока за зуб, жизнь за жизнь. Но бывает ведь так, что убийца, ну, не то, что совсем не виноват, но он, скажем, по неосторожности убил. И в этом случае его нельзя считать полностью убийцей. И он может бежать от кровной мести, чтобы его не убили в один из этих городов. Господь сказал Моисею. «Передайся нам, Израилевам, когда вы, переедевая Иордан, войдете в землю ханаанскую, изберите из себя города для убежища, куда сможет бежать всякий, кто совершит неумышленное убийство. В этих городах ему можно будет найти убежище от кровной мести. Убийцу не следует предавать смерти, пока он не предстанет пред судом общины». То есть везде действует кровная месть, а в этих шести городах нет. «Вы должны выделить для убежища шесть городов. Три города за Иорданом и три города в Ханаане». За Иорданом уже начали они поселяться на восточной стороне. «Это будут города для убежища, и для сынов Израилевых, и для живущих среди них переселенцев. Эти шесть городов будут убежищем, куда сможет убежать всякий, кто совершит непредумышленное убийство». Непредумышленное. А что такое непредумышленное? Может любой человек убить и сказать, а я случайно. «Если один человек ударит другого железным орудием, и тот умрет, этот человек – убийца, убийца должен быть предан смерти. Если один человек ударит другого каменным орудием, которым можно убить человека, и тот умрет, этот человек – убийца, убийца должен быть предан смерти. Если один человек ударит другого деревянным орудием, которым можно убить человека, и тот умрет, этот человек – убийца, убийца должен быть предан смерти. Где бы мститель не застег убийцу, он может умертвить его». В том числе в этом городе. Получается, что тут дальше подробно расписывается, В каких случаях можно считать убийство предумышленным? Если один человек из ненависти толкнет другого, или умышленно бросит в него чем-нибудь, и тот умрет, или по злобе ударит его рукой так, что тот умрет, то этот человек должен быть предан смерти как убийца. Где бы мститель не застиг убийцу, он может умертвить его. То есть описываются ситуации, когда, может быть, убивать он не хотел, но он хотел причинить вред. Если он ударил орудием, ну, железным, понятно, это особенно, но даже деревянным, или просто рукой, или бросил что-то, да, но он же это сделал целенаправленно. Может, думал, я всего лишь там покалечу, но не убью, а убил, да, это все-таки убийство предумышленное с точки зрения Ветхого Завета. Но если один человек, не испытывая вражды, случайно толкнет другого, лишь без умысла попадет в него брошенным предметом, или по оплошности уронит на него камень, способный убить, и тот умрет, ну, там, на стройке, а не на охоте, мало ли где. А убивший не был ему врагом и не замышлял против него зла. Тогда община должна выступить как судья между случайным убийцей и мстителем, руководствуясь этими правилами. Община должна защитить убийцу от мстителя, доставив его в город убежище, где он может укрыться. То есть, ну, можно убить любого человека, потом сказать, я случайно, да, это решает община. Община знает, была ли между ними вражда, была ли ссора, или действительно несчастный случай на стройке. Уронили камень, который там затаскивали наверх стены. И, соответственно, община выносит решение. Ну, ладно, он отправился в город убежище. А что происходит там? Пусть он живет там до смерти верховного священника, помазанного священным маслом. А это как бы амнистия, да, то есть смена первосвященника, это обнуление этих самых счетов. Если же он покинет пределы города убежища, в котором он решит укрыться, а мститель встретит его за пределами этого города и убьет, то мститель будет не повинен. То есть, это только на территории этого города. Смотрите, нельзя сказать, что убийца по неосторожности совсем лишен наказания, да, что можно так убивать людей направо и налево. Нет, он должен жить как бы в заключении в этом городе, и он не может выйти за его пределы. Убийца должен оставаться в городе убежище до смерти верховного священника. Только после смерти верховного священника он может вернуться на свою землю. Ну, потому что трудно там отмерять какие-то срока заключения. Это кто помнит, кто не помнит. А вот смерть первосвященника очевидное всем событие, всем понятно и известное. Понятно, что несколько несправедливо, потому что произвольное количество лет будет от момента убийства до смерти первосвященника, но это практично зато. Да, вот законы пятикнижей, они не всегда идеальны, но они практичны, они работают в том обществе. Соблюдайте этот закон из рода в род, где бы вы ни жили. В случае убийства убийцу можно казнить только если есть показания свидетелей. Показания одного свидетеля недостаточно для казни. Смотрите, ситуация. Ну, понятно, что если там они поссорились на городской площади у всех на виду, один другого убил, то тут все очевидно. А если они пошли куда-то вдвоем, потом один вернулся, а второй оказался убитым, кто его знает, как это было, да? Вот это уже принцип уголовного права. У нас есть труп, есть убийство, кто убил? А я скажу, тот убил, а другой скажет, нет, не он, а еще кто-то. Если есть свидетель, но не один, один свидетель соврет. Больше одного — это уже некоторые весомые показания. И дальше важный принцип. Не берите выкупа за жизнь убийцы, которого следует казнить, он должен быть предан смерти. Смотрите, то есть человеческая жизнь священна. Значит, деньгами, как очень часто и в праве многих народов это есть, деньгами откупиться нельзя. Заплатить штраф за убийство. Кстати, древнерусское право это знало прекрасно, да? Ну, ты как бы причинил экономический ущерб, ты лишил семью, хозяина или там работника убил в его общине. Ну, заплати соответственную цену. Но нет, жизнь священна, за жизнь только жизнь. И за жизнь того, кто укрылся в городе убежище, не берите выкупа, чтобы он мог вернуться и жить на своей земле еще до смерти великого священника. То есть он все-таки виновен в убийстве, просто не настолько, чтобы его казнить. Но все равно правило то же самое. За пролитую кровь, за совершенное убийство, деньгами не откупиться. Не оскверняйте землю, на которой вы обитаете. Ибо кровь оскверняет землю, и нет для земли другого выкупа за пролитую кровь, кроме крови того, кто ее пролил. Не делайте нечистые земли, на которой вы живете, земли, на которой я пребываю. Ибо я, Господь, пребываю среди сынов Израилевых. Почему это важно? Разве обязательно вводить смертную казнь? Сегодня в России, например, смертная казнь под мораторием, ее не применяют. Я надеюсь, что так и останется дальше, как и в большинстве цивилизованных стран. Но тут она, наоборот, насаждается даже там, где можно было бы выкупом обойтись. А это действительно очень важный принцип. Есть штрафы в Ветхом Завете. Да, за воровство штраф. То есть ты взял чужое имущество, верни имущество, и добавь от своего, потому что ты нарушил. А вот если ты взял чужую жизнь, то верни свою жизнь. Отдай свою жизнь за это. Потому что жизнь священная. Это важный принцип Ветхозаветного права, что преступления против личности караются смертью, ну или в легких случаях они там могут караться какими-то телесными наказаниями, чем-то еще, но не деньгами. А деньгами, ну серебром тогда, денег как монеты или купюр тем более не было, серебром. Караются экономические преступления, воровство в том числе. Ну сегодня мы его считаем уголовным, но это преступление против имущества, не против личности. И поэтому за то, что человек причинил ущерб, он платит выкуп из своих средств. А за то, что человек лишил другого жизни, он отдает свою жизнь. Вот этот принцип был в Ветхом Завете революционным для своего времени. В других кодексах Древнего Ближнего Востока жизнь человека имела свою таксу, причем смотря какого человека. Там простолюдина недорого, а там высокого человека очень дорого. И там как раз, как правило, смертью это каралось. А за убийство простого крестьянина, ну надо заплатить его общине, потому что они лишились работника. Да, вот, соответственно, компенсацию им выплатить, как за порчу имущество. Ветхий Завет этого категорически не признает. Ну и последняя глава, следующая, 36-я. Это такие тоже небольшие комментарии по поводу наследия, как земля, поделенная между коленами, будет передаваться следующим поколениям. Субтитры создавал DimaTorzok